всем привет друзья с вами влад у меня хорошее настроение и этот ролик будет очень интересным так что поставьте лайк подпишись на канал и погнали к просмотру буквально день назад youtube чё там выпускает видео про ивангая и в том видео я увидел как ивангая отвечать на вопросы своим спонсором и один из вопросов меня шокировал также как и ответ вопрос а будет на твоем канале игры как стендов 2 ивангая ответил спустя 5 часов это прикольная идея стендов 2 на канале 17 миллионов подписчиков для меня это прозвучало очень странно он сказал что это хорошая идея возможно он имел в виду не стендов 2 а игры как стендов 2 но все же это для меня очень странно потому что все вокруг хейтят стендов если взять ютуберов пока с гоу когда они заходят стендов они начинают сразу ее хейтить говорит что это говно и т.д. то есть люди из case go со своим мнением которые никому не нужно они заходят в игру и сразу начинают обсирать хотя никто не просил и не спрашивал зачем ты со своего пк скачиваешь мобильную игру и говори что на говно если это мобильная игра это как бы во-первых во вторых зачем ты делаешь обзор если она тебе не нравится делать обзор на говно игру и говорит что на говно если тебе она не нравится зачем этого еще и программа гандировать возможно она только одному тебе не нравится остальным людям возможно на по кайфу нравится и все кто в ней играют им збс стендов 2 90 миллионов аккаунтов и вы думаете этим людям не нравится стендов 2 они думают что это говно игра я уверен что нет они бы не создавали эти аккаунты так что пожалуйста заводите свои рты а теперь про иван гая а если он с ними стендов респект мне будет очень приятно видеть как иван гай которого я знаю примерно 6 лет будет играть стендов это неожиданный поворот ситуация с бустами и мафиоз ником во первых перейдите по ссылочке в описании и подпишитесь на мой телеграм чтобы знать все новости об устах и что происходит на самом деле в стендов 2 ну и там разные мемчики новости и что я покупаю себе на аккаунт как я трейжусь так что если вам интересно по ссылочке в описании есть телеграм-канал ну а если вы хотите а еще там поиграть в закладку бомбы найти тиммейтов для мм на дискорд сервер тоже ссылочка в описании ну а теперь про аккаунт мафиоз ником мы с мафиоз ником хотели забустить а в м феникста трек но точнее он бустил бы я просто хотел присутствовать на стриме и поддерживать его буст то есть разговаривать и рекомендовать что делать дабы просто не уйти в минус мы заранее предупреждали в своих телеграм-каналах подписчиков что будет скоро буст первые два бусты прошли успешно следующий третий не прошел самая главная причина почему не прошел это банк код 1002 во первых этот банк код выдается когда вы пусти с читами то есть ваш тиммейт читер вы играете и вас могут забанить за 1002 ну так вот банк код читинг либо у вас были 4 либо вы пустили с ботами это все идет в банк код 1002 если вы думаете что вас забанили по ошибке это невозможно потому что даже ютубер у которого 100 тысяч подписчиков который никогда не скачивал читы и не думал об устах его тоже забанили он сказал боже меня забанили без причины почему меня так забанили что делать почему за что что это вы себе позволяете это что ровно 1 апреля на самом деле он повспоминал и вспомнил что был один момент когда он встретился в мм против своих подписчиков и они ему поддавались и он сделал 48 киллов но это еще не все возможно это не причина бана причина бана возможно в том что когда он играет на стриме к нему заходят в лобби его подписчики и один из подписчиков имел 4 и он с читами играл пару раз с мафиозником в катке и это и привело к бану аккаунта мафиозника сам мафиозник не был в курсе что с ним вместе в катке читер и все же он все равно получил бан и вы спросите а его разбанят а я скажу нет во первых все около разработчики говорят и твердят что если тебя разбанят придется всех разбанивать но это неправильно если система увидела у тебя какие-то проблемы с читами либо с бустом либо у тебя тиммейт читер с которым ты играешь вместе в одной картке то есть нужно пригласить себе в лобби читера и начинять с ним катку и тогда вас точно забанят и вот в таких случаях а ютуберы получают бан и их больше никогда не разбанят и сейчас на данный момент я тоже боюсь этого бана потому что я не знаю с кем я играл в лобби или нет во первых я никогда не бусился я во вторых никогда не приветствовал читы я ненавижу читеров и я против читов в третьих зачем вообще буситься кому-то какой смысл это игра и рисковать своим аккаунтом на котором 400 тысяч голды 300 тысяч голды и скачут туда 4 либо игра с читером в лобби это жесть ну то есть это полный капец вообще я не думаю что меня забанят но все же знаете когда ты видишь что твоих как бы коллег по работе банят вот мафиозника который никогда даже не думал о читах и его забанили вот в таких ситуациях страшно на самом деле потому что все может быть какие-то новые правила либо что-то и могут забанить но писать в поддержку насчет бана тысячи два нет смысла можете никому не писать ничего не делайте все уже поздно вас забанили не нужно было буситься с бустерами либо вы приглашали в свою тему читера даже если вы не знали что это читер все равно вы будете в бане потому что никто не может доказать что вы не знали например человек который специально приглашал читера и он ему помогал в катке будет говорить то же что я не знал что у меня читер в лобби можете разбанить его разбанят понимаете поэтому разбанить никого не будут абсолютно это настоящий бан и он справедливый в правилах написано не игра с читерами именно не приглашать их в лобби я имею ввиду например вы забустили с читером до звания global но вы даже на глобала не играете вы играете максимум на сильвер 2 и вы silver 2 будете портить игру своим тиммейтом на глобалах потому что вы не можете играть как глобал вы играете как silver 2 и поэтому получили бан так что ребята эта информация которая сейчас только что говорил возможно она недостоверна на сто процентов кое-что правда кое-что догадки мои потому что я вижу что пишут около разработчики что пишут обычные люди что произошло кто бустился кто пиарил бусты и это как пазл в голове нужно его сложить и понять но это очень сложно так что если я что-то сказал неправильно извиняюсь возможно все наоборот но одно я знаю на сто процентов абсолютно на все сто процентов я знаю что банк код работает правильно если у вас был контакт с читером именно в вашем лобби который вы создали и приглашили туда читер либо вас приглашал читер либо вы бустились с ботами либо нарушали правила игры вы получаете этот бан потому что он проверяет ваш аккаунт и видит что там неполадочки так что бан ошибочным не может быть и не является ошибочным если вас забанили даже если меня забанят я спрошу какая причина на то было это во первых во-вторых когда я узнаю причина я просто отстану потому что когда тебе уже сказали причину и ты понял что ты наделал но в принципе я сознательно ничего не нарушал сто процентов уверен разве что сливал звание я просто сдавался но в принципе сдаваться это же не нарушение эта функция игры я не понял игру своим тиммейтом я себе портил звание ну и в принципе я и даже не играл после того как испортил свои себе звание то есть ну короче всем спасибо за просмотр не надеюсь вы понимаете за что можно получить бан тысячу два за бусты ну и остальные какие-то баны если прилетят там все написано вот чатинг банкова тысячу две айди все понятно всем спасибо за просмотр и всем пока удачи удачи